Доброе утро! Добрый вечер! Драгоценные наши красавицы! Я Захарыч. Ведущий утреннего шоу Кренделя на русском радио не случайно запутался. Со всеми конкурсантками проекта «Мисс Крендель» ранее ему приходилось встречаться только в утреннем эфире. 14 финалисток отправили свое фото на конкурс и сумели привлечь к себе внимание народного жюри. Но одного резюме оказалось организаторам мало. Каждая девушка в прямом эфире выполняла каверсные задания от ведущих. Ну, каждое задание отличалось определенной эксклюзивностью. Мы отталкивались от того, что девушки писали в своем резюме. Если кто-то говорит, что мечтаю написать книгу, то они у нас в эфире писали, допустим, книгу. Им давалось полчаса буквально на реализацию этого задания. Если кто-то умеет петь, то девушка непосредственно исполняла свою любимую песню. Голосование проходило на сайте радиостанции. Несмотря на то, что народное жюри уже определило самых аппетитных «Мисс Крендель», сегодня девушек ожидают новые испытания. Им предлагают почувствовать себя дикторами новостей, станцевать латиноамериканские танцы и обязательно проявить себя в кулинарии. Вот так, благодаря кулинарным способностям участников, из печи спустя полчаса появились два таких «Кренделя». Выглядят вполне аппетитно. Я бы даже съел, но нельзя. Один из этих «Кренделей» станет талисманом утреннего шоу на русском радио на ближайший год. Елизавета Амосова принимает участие во всех конкурсах, которые проходят в нашем городе. Не оставила без внимания и «Мисс Крендель». Несмотря на то, что голосование проходило виртуально, говорит, если бы встретилась с конкурентками на сцене, не растерялась бы. Я думаю, я бы себя одинаково чувствовала уверенно, хоть в живой жизни, хоть виртуальной. Победа по результатам народного голосования досталась 18-летней Жанне Сасиной. Новоиспеченная с пылу с жару «Мисс Крендель» сделала свое предположение, чем именно ей удалось покорить сердца избирателей. «Я очень простая девушка из небольшого района, никому неизвестно. Может быть, с этим девочки увидели очень все красивые модели. А я такая, я очень не ожидала, у меня эмоции такие, они немножко запоздали, потому что я еще не понимаю, что со мной происходит». Обладательница титула «Мисс Крендель» и двум вице-мисс досталась право участвовать в отборочном этапе международного конкурса «Мисс Русская Радио-2013». Остальным конкурсанткам поощрительные призы. Ну а после награждения девушки таки решили хотя бы на один день пренебречь правилам всех красавиц, не есть после шести и отметить окончание конкурса за праздничным столом. Максим Аблендер, Дмитрий Шилов, новости моего города.